Поэтому в России есть свои плюсы с территории. Я же представляю, могу себе только представить, сколько могут стоить, может стоить земля где-нибудь в Сибири, где там нет, например, коммуникации с одной стороны, но земля должна быть очень дешевая. Моё почтение, какие мысли по поводу битка за последние пару дней? Да я только видел, что Илон Маск высказался, но биток все равно пошел вверх, поэтому я свои не продал. Хочу еще раз поблагодарить человека, который сказал, что надо продавать все на 46, потому что через две недели, ну это было пару месяцев назад, биткоин уже не будет стоить ничего. Объяснил он все очень разумно в чатике и пропал. Вот, я хочу поблагодарить, поэтому биткоины лежат. Биток же упал, нет? Насколько упал? Сейчас мы проверим. Был вроде полтинник все равно. 50 с половиной, куда он упал. Ну, был 60 почти когда-то. Сейчас 50. Друг по поводу битка сказал, что это спецом, инфоброс, отмазка для того, чтобы все побежали продавать. Да, есть такая версия. Ну что, Мунчанский против Сока. Бедный, бедный Сок. Извиняюсь, тогда, видимо, вброс. Ага, окей. Бува говорит, я по 2500 покупал, а много купил? То есть ты уже... У нас просто есть люди, которые покупали то ли по 120 на весь банк. Там у них вообще все хорошо. Когда на нуля упадешь, будешь локти кусать, один, может, даже откусишь. Ой, завидовать плохо, Турин. Так, а Мун сразу начал охлаждение дополнительное включать, открыл рот, и дышит тяжело. Хотя казалось бы, что ему тут контролить, но на самом деле это иллюзия. Обратите внимание просто на, как он развесил виспов по пути. У него есть висп на своем экспе. Он готов взрывать Архмага. Ой, там как грамотно. Два виспа. Вот, опс, такой медленный капец. Этого надо взрывать уже. Минус один висп. Неплохо. Покажи Муна. Ну, представь себе Муна, только у него рот открыт. Ну, то есть, представь себе Муна. Там ничего пока. Красные рабочие убегают еле-еле. У Муна здесь не очень все хорошо получилось. Да, он убил одного фута, не добил Огра. Еще минус рабочий один. Перегруппировывается. Гаунтлет, ринг, кристалл, пет-ти-бээд. И экспансия началась так поздно, надеясь, что это будет безопасно. Но Муна должен был ретреат, в основном, в основном, Тауэр, в начале. Сокс-экспо, но все равно не появляется. И это выглядит довольно ужасно, да? Да, сам ставит базу. Ну, хорошо поджал. Не совсем удачный диспол был, но в целом поубивал людей. Во время криппинга. Энт продолжает терроризировать оставшихся красных рабов. Ваааа. Странно, что они вдвоем бегают за одним рабочим. это. При этом на Мэйне, там тоже же красные рабочие были, нам не показывают, потому что опс медленный, как не знаю кто. Ну там реально 4 арчи, заходили, по кому-то стреляли. Зато зрители не укачивают. И еще минус рабочий. Как же четко Мунт действует, понимаете? Он и харасит, и делает тег, и при этом не кладет все яйца в одну корзину, ставя при этом... Да, арканку недоконтроливает по энтом. Еще минус рабочий. Я не считал количество рабов, которые были отданы. О, персональный телепорт, настроящуюся базу, нам этого тоже опс не показывают. Такой он слоупок, капец. А вот это хорошо. Веспов нет, да и даже если бы они были, не успел бы отличить, отчинить. У нас не авторитетные арестанты спят под шконками, у них получается в подполе? Что? Что? Гроулер, что случилось? Не, авторитет спят под шконками, у них получается в подполе. В подполе. Редко такое происходит, что я не понимаю, о чем говорят. Аркчат должна убежать, но Архмаг ее сверху на самом деле пере... Ой, встречают Архмага Демон Хантер, и плохо перехватил. Ааа, имеется в виду то, что лази спят на полу. Аааа, дошел сигнал. Подпол это подвал. Подпол это подвал. Не диспеллит Веспа. Пусть он допушит с дриадами каким-то макаром. Забыл Веспа поставить. Видели? Стоит сегодня ждать героини 4? Не, сегодня не будет героини 4. Так, немножко аналитики. Это, скорее всего, минус Мун. Третий кипер. Наверное, эндов надо брать, а не вторую прикопку. Он взял вторую прикопку. Ну, Муна делается, конечно, база, но вот этот четвертый, пятый Весп, которого не хватает в шахте, это минус, четко минус 20% добычи золота. Представляете? То есть противника сейчас, грубо говоря, 100% добычи. У тебя 40%. Вот так вот. И это, опять же, типичная такая эльфийская ошибка. Она идет, во-первых, оттуда, что... от того, что ты не видишь Веспов четко. Сколько добываешь шахте, пока не прокликаешь? И ты разок мажешь? Ну, то есть, мискликнул Веспом, например. Если допустил эту ошибку, у тебя почти нет никаких шансов ее исправить. То есть, вот взглянуть на базу и увидеть, что у тебя в оплетенном руднике висит 5 человек, 4 человека, а не 5, почти нереально. Даже опытным глазом. Жопотный глаз. Привет, Соколик, сейчас свиток лечения будет хорош. Вот Мун, один из... наверное, самый лучший игрок в плане... просто самый лучший игрок, в плане использования свитков. То есть, он настолько грамотно распределяет урон, насколько правильно выбирает время использования свитка. Но ведь у Сока 50+, так что не... А на тот момент не было у него обкипаем. Сейчас... Ну, все, видите, Веспа не вернул. Минус Димка, похоже. Нет, Димка каким-то Макаром лечится. Ну, где? Где Веспы? Я не понимаю. Только сейчас выходят Веспы тайминговые, ребят. Но это минус... минус база. Все, минус Мун. Ой, Дриады помешали. Блин. Просто Мун как Соник. Помните вчера? Возьмите любого просто эльфа, любого. У него, у каждого эльфа через, ну, не знаю, через пару игр вы встретите эту ситуацию. Когда ты ставишь ожидаемую базу, когда ты ее пытаешься там воткнуть, и у тебя вот опять Веспы в последний момент, вот чуть-чуть не хватило, так бы дошли, подчинили, и все было бы нормально. То есть вот любого эльфа возьмите, Фогича возьмите, хотя он уже старается исправлять эти вещи, блин. Соника возьмите, Муна. Все они какие-то нестабильные. Все. Там дыхание тралунг, или, короче, Мун ливает. Мун проиграл себе и небольшому количеству нейтралов. Сок почти ничего не делал. Архмаг Футмэна даже почти не вспотел, хотя есть. Ну и четыре Веспа, понимаете? Все, что... Это вот реально как вчерашние игры Соника. Соник вчера не отменил базу строящуюся, просто не отменил, хотя было миллион, миллион возможностей. Арчей не контролил в той же самой игре. Веспов не подвел вовремя. Короче, тут... И на старте, да, Мун такой, шух, шух, туда Веспа, сюда Веспа. Такой, как козла под контролем, Арчей добил, там забежал, пыщ, пыщ. И потом база, которую уже разок отменили, он сделал второй раз. Он ее закопал, ее в 20 секунд бьют футы, и он где-то на секунде на 15 решает, ну пора Веспам идти. Потому что если они сейчас вот выйдут со своей базы, то они вот точно-точно вот должны подойти, вот успеть вот прям секунду в секунду и все вычинить. Не знаю, почему их там изначально не было. Не знаю, почему он решил ждать вот эти вот 15 секунд, пока его в 8 футменов месили базу. Не знаю, честно, не знаю. Но, к сожалению, Веспы не успели. Вот. Глориян говорит, у меня отец раньше так же делал в пассиансе на начальных этапах, чтобы потом интереснее выигрывать было. Да, но тут же на корову играет. Тут тебе интриги хватает. Люди-то непростые. Вон, Сок, первую же карту взял. Блин. Ну и четвертый Висп, четвертый, пятый Висп, это, извините, это эльфийская тоже болезнь. Все было рассчитано, но там дрядку подкупили, чтобы она встала на проходе. Да, если бы один Висп не помешала дрядка, то он бы цепанул, уже начал чинить. Там второй, третий и четвертый подходили. То есть в целом там можно было динамику положительную сделать, по Архмага отвести, ну в смысле отбить его, футменов нейтрализовать. Короче, и надо же как-то объяснить, я пытаюсь объяснить вот эту вот типовую особенность эльфов. Вот типовые ошибки. Они несложны. По сравнению с тем, что делал Мун в первой половине игры, решение логичное, ожидаемое, подвести Виспов, учитывая то, что они у тебя есть, они у тебя там недалеко, у тебя базу бьют. Он до этого момента, до того, как стало понятно, что нужно подводить Виспов, и он действительно начал это делать, он совершил несколько сотен действий. Сотен. То есть там прошло 15 секунд, с его АПМом там даже в 300, понимаете? Ладно, сотня. То есть он накликал сто раз, но не туда. Вот, я сижу, пытаюсь понять, зачем. Днища Артуча говорит, имбовость эльфов уравновешивается игроками за них. Самое время убрать эльфов и показать, как надо, уравновешенный ты наш. О, One Law, привет. Сейчас вы его получим. Да нет. У меня предположение делилось об этом много раз, что эльфы страдают вот этой вот нестабильной игрой из-за повышенной вариативности. Слишком много разных вариантов. Козел первый, Демон Хантер первый, Арчи, Арчи Хантреса, Дриады, Дриады Медведи уже в рамках одного мэчапа. Демон Хантер первый, Демон Хантер Нагоди, Демон Хантер Панда. Варден первая. Один барак, два барака Варден. И за всем не уследить. Это же все нужно, блин, отрабатывать. Надо возвращаться к временам, когда ты берешь первого Демон Хантера и все. Демон Хантер, барак, погнали. Вне зависимости от карты. И затачивать эту стратегию, чтобы все было... Все моноберны были по КД, чтобы здесь было все четко, четко, четко. Так, ну, Мун еще, конечно, свинью подложил нам с Соколиком. Мы должны через 10 минут идти рыбачить. Там уже ребята прикормленные. Гроллер говорит, я считаю, что Кодой надо апнуть, покрасить, видимо, в красный цвет, навесить побольше дака. Что? Красный для скорости, дака всегда к месту. Что такое дака? Дак-ка. Это город? Столица Бан... А, нет, столица, крупнейший город Бангладеш. С Вархаммера. Сатирус говорит, кажется, что у игроков есть свой темп, и действия похожи из раза в раз, но если где-то в свой темп не попал, полосекундочки. Те, кто должен выживать, умирает, и должны не работать, получается, сном болит. Есть такой эффект, я понимаю, о чем товарищ говорит. Это ощущение появляется тогда, и оно сохраняется на протяжении всей игры, когда ты стабильно играешь хуже, чем противник. Вот встречаешь человека, который тебя там, тебя тут, тебя и в хвост, и в гриву. Вот. Чуть-чуть там, чуть-чуть там. Но на профессиональном уровне, как правило, если уровень приблизительно одинаковый, то всегда качели, то успеваешь, то не успеваешь. Нейтральный герой? Да ладно! Давай! Карнавал 1-2-3 говорит, первый раз тут, и сразу стриммайкера. Да ладно, первый раз. Если бы первый раз, то был бы беликом. Хотя, айдишник, полмужской, все сходится. В Авархаммеровский орке верят, что цвета влияют на качество вещей. Красный, значит, быстрый, фиолетовый, незаметный, дака, типа автомат. Но я надеюсь уже ради Сокола, что сок затащит. Что за беляк, я с приложения ГГ только с Ютуба смотрю. А когда ты зарегился? Сегодня, вчера, позавчера. 11-го числа даты регистрации. Вооот, во вторник. Тинкер. Тинкер первым героем. Обожаю этого героя. Конечно. В общем, что мы хорошего можем сказать о Тинкере? Он интовик, но тем не менее у него здоровье больше, чем у любого другого интовика на первом уровне. 600. Ну, назовите. Назовите любого интовика, у которого больше жизни на первом, чем у Тинкера. Не назовете. И у него 4 армора, что тоже является абсцентом. Абсолютным рекордом среди всех интовиков. Ну, назовите какого-нибудь интовика, у которого больше армора. Вот. Поэтому он почти такой же плотный на старте, по крайней мере, как Демон Хантер. Представляете? У него больше жизни, чем у Демон Хантера. Армор, кажется, на единичку только меньше. Всякие там архимаги, лечи, с там двойкой, тройкой армора отдыхают. Поэтому что еще хорошего? По сравнению с... То есть он многофункциональный, скажем так. Факта дает возможность ему зачищать, даже без серьезной подкрепа в виде арчей, разные самые точки. Потом, когда он прокачался, целесообразней, будет, конечно, переучиться на ракеты, особенно против Хумана. Ракеты дешевенькие, 160 маны, их радиус увеличивается благодаря пассивочке, которая вкачивается, она, к слову, тоже влияет на Покет Фэкторе тоже, на скорость появления робогоблинов. Ну куда ты? Ну что ты? Мун, ну ё-моё! А вот Мунгелл поставил охреновый, но затото заденайл. У ракет, в отличие, там, какой-нибудь панды, или... Да, наверное, с пандой лучше сравнить. Нет ограничений на наносимый урон. Идет еще станчик, то есть есть контроль, можно перебивать Близзард, любой ченнелинг спелл. Но Тинкер, как и любой такой герой, он очень требователен к... Ой, Тинкер почти третий, не хватает немножко на вторую факту. Там надо под это самое, подубивать. Кидает в Фэкторе. Но против Тинкера очень хорошо заходит эксп. Потому что Тинкер, он, как и любой вот такой нейтральный герой типа панды, он очень требователен к криппингу. То есть пока у тебя не будет третьего, как минимум, уровня, тебе будет сложновато. Возможно, стоило играть через два АУА. Для того, чтобы компенсировать эту тему, ну, недостаток экспы, чтобы можно было пораньше сделать побольше арчей, чтобы можно было Тинкером спокойно бегать, а арчи бы криппили сами. Вот. Но сейчас со второй фактой уже будет совсем другая история. Пять арчей, Тинкер подходит зря, недоконтраливает, и все, Покет Фэктори побежали робогоблины. Робогоблины наносят урон с руки милишный, не такой высокий, но у них есть еще, конечно же, взрыв после того, как заканчивается либо срок жизни, либо когда их убивают. Они являются сомонами, и их можно диспелить, но в этом смысла никакого нет, потому что все равно происходит взрыв гоблина. Ну, если вы вдруг захотите попробовать их законтрить престами какими-то или об олешем дриадовским, они все равно взрываться будут. Ну и, конечно, вам нужно огромное количество маны для того, чтобы это все законтрить. Мун продолжает подпушевать. Пошла еще следующая факта. Факторочка стоит как элементаль, 125, если мне память не изменяет. Вот. Кажется, он натуре мискликнул, во время пика его прямо скукожило. Тинкер отличный герой. Он специфичный, он пассивный, медленный, так скажем. Но, на мой взгляд, он... Ну, ему хорошо его реализуют еще, кроме всего прочего. Видите, как он все-таки подпушил противника, может даже и продавит экспант. На ульте тинкер становится гораздо более серьезной проблемой, потому что на него перестает действовать часть заклинаний. Его можно, например, замедлить, но... как и любую технику. То есть он становится механическим. Механический тинкер не может, например, пить из мунвелов, пока не превратится обратно в живого. Его можно чинить виспами, как и любую технику. Его нельзя, например, болтануть Маутон Кингом, но можно, например, засловить с орочками. То есть он превращается, грубо говоря, в танк. Вот. Плюс на ульте у него увеличится количество здоровья, скорость перемещения, кажется, не нужна. Ну, не помню, если честно, что там по ульте у него, кроме... Ну, и, конечно же, урон бонусный по зданиям. Маутон этот огромный, который Х2 по строениям бьет. Его в ульте крайне сложно вообще догнать, потому что, во-первых, ты в него не можешь засадить болт, во-вторых, он плотный, в-третьих, у него к тому моменту уже, как правило, вторая пассивка, а пассивка у Тинкера мало того, что увеличивает радиус ракеты, частоту спауна гоблинов, усиливает и самого Тинкера, то есть повышает скорость его перемещения, увеличивает, кажется, то ли силу, то ли урон на 3. Ой, блин, надо перечитать. Тинкер вообще один из самых таких... Мне сложно запоминать, что у него там, потому что на одну пассивку ты только посмотришь, и... ну, и не сразу... сразу все в голове укладывается. А скорее всего, он не чтобы рабочих убивать, чтобы не дать вышку построить. Отправил Арчи грамотно. Видите. Арчи тоже убегают. У Муна нет экспанда, ему нужно давить. У него есть хороший лимит, у него есть вполне себе классные герои по уровню. И... А вот это странный выбор. Почему не Блод Мейдж? Потому что МК потом ничего с Тинкером сделать не сможет. Сложно справляться с Адриадами, с Футами, с Дефенсом. А что так далеко факта? Да, это странно. Надо попробовать Адриадами. Ну как нет Энсу Фуфурии, если он спокойно может сплэшем убивать. Ой, Тинкер, куда пришел? Да, это ГГ. Ладно, Соколик, готовься, расчехляй рыбалку. Муна опять врубил Муна и пошел зачем-то Тинкером на Мейн. Я вообще не понимаю. Вот что это было? Первый вопрос, нафига он бежал на Мейн? Ну, нафига он бежал на Мейн? Есть какой-то ответ на этот вопрос? Мун за рыбалку. спасибо Мунчанскому за это. Все, он не продавит сейчас экспант. Такой бред. Факта кривая. А, слушайте, а как в таверне герои располагаются? Бисмастер и Тинкер вроде как рядышком стоят. В теории он мог мне скликнуть, конечно. Загружается PUBG. Бывает. Держитесь, там все равно ничего интересного. Мун расстроил. Как так? Хоткейм берет анимышкой? Ой, ну это совсем, совсем странно. То есть, брать хоткейм нейтрального героя, которого ты берешь раз в раз в игру, это это абсолютно нерационально, так скажем. Одно дело, когда у тебя хоткей на там атаку, мув, заклинаний, которые ты протыкиваешь десятки сотни раз даже в рамках одной игры. А другое дело, ну то есть, я уверен, что если будем смотреть от первого лица Муну, он в таверне будет тыкать мышкой, как и любой другой нормальный человек. Ну и сейчас у Сока есть все для того, чтобы продавливать дальше. У него экономическое преимущество, он выходит в технологии, он же ненормальный. Надо посмотреть, Мун же стримит от первого лица, надо просто глянуть, как он заказывает героя в таверне. Но я бы хорошую ставочку поставил на то, что он в таверне выбирает мышкой. Тинкер. Мать, ну что случилось, ну? Ну не знаю, кнопку Z несложно ткнуть, ход кем убираю основных героев. Основные герои, это понятно. Основных героев я тоже часто беру хот кем. Но с основными героями у тебя другая история. Две даже других истории. Во-первых, их меньше в два раза, чем нейтральных, и проще запомнить, и ты чаще ими пользуешься. А во-вторых, если ты закажешь своего основного героя кнопкой, и вдруг ошибешься, ты можешь отменить его. А в таверне ты героя не отменишь. То есть ты тыкаешь, он в ухоре, такой, здрасте. Поэтому Хапач мышкой выбирает героев ставерны. У Хапача, конечно, не всему надо учиться, но что касается Варкрафта, почти всему. Мелый до основных из таверны, регулярно берут ДР, панду, тинкер, места. Ой, окей. Короче, мне интересно, как делает Мун сейчас. Кнопка, не кнопка. Сворли говорит, вот здесь панду на хаткей взял. И ссылочка. Как же он там тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А, ты без тайм этого, таймстэмпа. Что за люди? Сворли, ну правой кнопкой же ты берешь и привязка ко времени, ну, 2021 год ютубом пользоваться не умеет. 59-67, Сок идет к победе, если бы у него еще не 800 голды было на руках. Позиция очень плохая, а он просто телепортируется. Очень грамотная тема. А тут две причины. Первое, это то, что он был не в позиции. Второе, противник ничего хорошего сделать не сможет в ближайшие там минуту, понимаете? Все, что будет делать Мун, это пытаться на те деньги, которые у него есть, которых нет, достроить Мунвеллов. Вот у него 60 на 40, ему нужно 3 Мунвелла построить, чтобы начать что-то сверхпроизводить. То есть есть вот время у Сока достроить свой, там, доделать грейды. Пока, ну, Амун не сможет армию сильнее-сильно сделать. А что, если люди не умеют пользоваться Ютубом из-за того, что все свободное время проводят на Гудгейме? Было бы здорово. Уже мы просрочили рыбалку на 5 минут, но я уже надеюсь на то, что Сок накажет Луналикова за... за... большое количество отдач. Ну, слева выйдет. Да, став будет. Удач. Аспирант подарил один премиум. О, он что там, еще беляки, что ли, подтянулись? Рамонт. Рамонта не вижу. Ну ладно. Аспиранта виднее. Ты где опаздываешь, говорит Сокол? Ну, звонит. Блин. Еще надо ждать. Соколик, держись. Я уже в Дискорде, если что. Переучился Тинкер на ракеты. Научился, говорит Сварли, отлично. Задарите мне подписку, столько лет не слышишь, и не знаю, что это. Ты как-то не знаешь, у тебя же ачивки наверняка есть. Ты же там на рандоме мог получить подписок миллион. Рамонт спрашивает, как играть с вами в Фуфа? С удовольствием. Пойду кофе сделаю, пишет Сокол. Собрано играть, стрим не слушать. А так, если серьезно, просто после какой-нибудь трансляции по Варкрафту зайти в Батл.нет и ввести имя ГГ-2 слетительных знаков. Обычно такой геймнейм мы создаем. Все, зайти и играть. Сокол задарил ключ. Отличный ключ в личку. Я уверен, что этот ключ достанется именно синевику, который сидит в андроид-приложении. Естественно, сейчас сумеет быстренько его скопировать и поставить. А, он еще сообщение писал в это время. Блин, беда. А ключ был так близко. Хороший момент. Мортирки телепортируются, но не успеет. Ой, плохо, плохо, плохо рифлы. Классно. Ладно, не надо говорить сплюрога. Сплюргеола. Сплюргеола. Сплюрджила. Сплюрджила. Два свитка лечения Мортиры впереди, ну как он вообще работает? Кто так... Так что за позиция? Близзард пошел, он свиток МК очень хорошо стоит Но тут нужно еще пару свитков юзать Прямо сейчас еще одного Поздно Палыч им надо МК лечить Свиток еще один у МК Надо его использовать, готовиться Вот сейчас Вот сейчас Блин, опять слоу почет со свитком 67-65 Ну где свиток? Перекупает сам свиток Такие медведи красные Свиток шикарный Аспирант подарил один пример Ой, спасибо Неизвестный аспирант, да? Мы тебя вышлили Спасибо, неизвестный аспирант Спасибо Ой, да Так, Соколик, погнали Погнали, мы еще карту полчаса будем Отряд из двух игроков Ладно, я Рейди прожал, не знаю, как ты А, дуо поставил, ну хорошо Сразу видно, что Сокол на низкой задержке смотрит стрим Walk with me, говорит, подарите мне премпулы Друзья, вы можете спокойно, абсолютно простыми действиями, зайдя на Good Game Зайдя там в трофеи достижения, получить себе подписку на месяц Там просто введя команду в чате Введя там в профиле информацию, загрузив аватарку И все, у вас будет подписка на все каналы на месяц БСП, скажи Соколу спасибо за лин За лин За лин, спасибо большое За лина, за флая, за граби, за день, за ночь Ну это, видимо, за акции какие-то, которые подросли А я хочу сказать Соколу спасибо, минус тинкер Спасибо за твиттер, который упал Гэгэ, погнали Еее, Сок победил, ребят Ой, наша карта, что?